А на следующий день в Кировске чествовали пары, проживающие в браке не один десяток лет. Виновниками торжества стали шесть семей. Они раскрыли в нашей съемочной группе секреты своего долголетия. У праздника любви и верности всегда особое настроение. Здорово, когда люди на протяжении десятилетий умеют сохранить свежесть чувств, привязанность, взаимоуважение. В этот день в адрес семейных долгожителей звучат самые теплые поздравления. Действительно, мы своей жизнью сделали подвиг. И нам большой пример показывать, хороший пример о том, как можно жить в любви, в согласии достаточно долгое время. И это же огромная работа и над собой, и над своими чувствами, и умение уступать, и прощать. Много чего надо к тому, чтобы можно было подвести итог юбилейных свадьб. Виновники торжества – ветераны предприятия «Апатит». Семейный стаж юбиляров разный. Одни едва перешагнули порог 35-летия, другим – рукой подать до бриллиантовой свадьбы. От профсоюзной организации «Фосагра Апатит» семьи долгожителей получили ценные подарки. В перерывах между поздравлениями юбиляры рассказывают о своей формуле счастья. На танцах, на хабрике номер один. Там были вечера, как говорится. Раньше, на Октябрьскую. Нас привозили в поход в Савинской хозяйственной. Он служил. Я служил. Здесь. Ну и к спору служил. Нас привозили. Вот мы там и познакомились. Какими были первые годы вашей семейной жизни? Ну, раньше не задумывались. Через год у нас дочка родилась. И дочка родилась, и он как раз гембелизовался. Или вот. Комната была у нас в бараке. Жили нормально. Ваш секрет семейного долголития какой? Не знаю. Терпение, уважение. Что еще? Отдельные поздравления семьям Влагодяных и Шемерека. Обе пары, прожившие в браке больше 50 лет, награждены памятными медалями за любовь и верность. Понравился как человек, как парень. Тоже он был хороший, симпатичный, хороший. Работник хороший был. Добросовестный, ответственный. Хоть молодые мы были, но были очень ответственные. У нас бабушек не было, дедушек. Мы нянчились сами. В другой раз детей было некуда оставить. Ну, так менялись. Даже пригодился. В разные смены ходили. Да, в разные смены ходили. Он приходит, я ухожу, он приходит, я ухожу. Так и это. Успитывали, что делать. Даже на работу, помню, дитя носила. И он выходит, берет его и домой идет. Теперь чуть ничего, сразу расходится. Разве может так? Ну, главное, тут как. Расскандалили, она побежала к маме, он побежал к папе. Нет, это не то. Совсем тогда было. Надо не спешить, он сгодится. Попробовать еще раз. Основное пожелание юбилярам – прожить любви и согласия еще долгие годы. На радость себе и близким.